Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чеи. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня мы приготовим вкусный, необычный салат, достаточно легкий, который будет содержать огромное количество витаминов, красок. Ну и я надеюсь, что поднимет вам настроение. Салат будет из помидора и клубники, но основой для нашего салата будет зелень. Зеленью сегодня будут выступать у нас листики салата. Я их сразу рву и отправляю в салатник. Далее я буду использовать небольшое количество кинзы и немножко добавлю петрушки. Так, я стебли срезаю с петрушки, а с кинзы оставляю. Пусть будет аромат кинзы. И, в общем-то, у кинзы стебли достаточно хрупкие, мягкие, сочные, негрубые. Нежные, я подобрала слово. Теперь я отправляю зелень к листьям салата. В общем-то, вы могли, если у вас есть время и желание, просто отделить от веточек, от стебельков листики и закинуть в салатник. Так было бы еще красивее. Далее я буду использовать сладкий, вкусный розовый помидор. Я нарезаю достаточно крупно томат и отправляю, а пока не отправляю. Хотя можно, почему нет? Ну, хочется, чтобы томат сохранил форму. Я сначала заправлю зелень оливковым маслом и хорошенько перемешаю, а затем добавлю томат. Кстати, по поводу томата можно использовать черри, и там все намного проще. Черри сохраняет свою форму, можно порезать пополам. Если мелкие черри, то можно вообще целиком отправить в салат. Я добавлю небольшое количество оливкового масла. Сразу добавлю перец и соль. Дальше соль. Хорошенько все это перемешиваем. Я буду подавать прям в салатники. Не хочу сегодня ничего перекладывать. Мне нравится дома есть прямо из салатника. Особенно вот такие свежие салаты. Дальше. Помидорчик. Отлично. Вот они уже краски, витамины. Все здесь. Теперь клубника. Клубнику нарезаю тоже достаточно крупно. То есть примерно вот так. Половинка. Такую можно вообще целиком закинуть. И отправлю туда же. Далее буду отправлять сыр моцареллу. У меня сегодня в таких кружочках. Но можно, в общем-то, использовать и строчителлу. В центр выложить. И нарезать кусочками какой-нибудь сыр с плесенью. Это будет тоже очень вкусно. Сегодня у меня моцарелла. Теперь я тоже немного перемешаю. Можно, в принципе, клубнику выложить сверху и оставить ее просто как украшение. А дальше уже фирменные штрихи. Сыр моцарелла сверху. И больше я ничего мешать не стану. Единственное, можно добавить небольшое количество базилика, прованских трав, если вы любите такие ароматы. Но, на мой взгляд, кинза, петрушки здесь вполне достаточно. Можно добавить небольшое количество кислинки лимонного сока. Хотя мне кажется, что клубника тоже даст свою кислинку. В общем-то, салат готов. Можно подавать к столу. Салат готов буквально за 5 минут. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня!